Рассмотрим, что такое отложенный ордер Sell Stop, как он работает и в каких ситуациях используется. Для начала вы проанализировали евро-доллар и пришли к выводу, что евро-доллар будет падать. Но падать он будет не сразу, не вот из этой точки, не отсюда, а падать он будет вот сначала какое-то время поколеблется, но когда и как только он придет вот к этому уровню, вот после этого он стрелой полетит вниз. Почему вы пришли к такому умозаключению сейчас пока не важно. То есть это ваша стратегия, ваша тактика и так далее. Вот пока важен такой тактический момент, что вот как только цена придет к этому уровню, вот к этому, вы считаете, что она еще ниже будет падать. И мы хотим дать приказ брокеру следующего содержания. Когда и если цена придет к этому уровню, пусть это будет 1.28, я хочу продать евро-доллар в шорт. То есть именно вот здесь и только вот здесь хочу осуществить продажу. Для этого я должен дать приказ брокеру. Нажимаем новый ордер. Объем 1 лот. Комментарий, если нужно, стоп лост и их профит. Сейчас мы не ставим, потому что изучаем сам ордер. Нажимаем тип, выбираем отложенный ордер. Тип вместо buy limit ставим sell stop и пишем 1.28. Нажимаем красную кнопку установить ордер. Метатрейдер пишет, что ордер установлен успешно. Нажимаем ok. Смотрим. На графике появилась зеленая линия, которая означает нашу продажу, наш sell stop на данном уровне. И внизу под балансом тоже отображается данная строчка, где мы видим тикет, дату установки ордера, сам ордер, объем евро-доллар, цена, по которой собираемся продавать, стоп лост и профит, текущая цена комиссия, своб прибыль. Теперь, если и когда цена придет вот к этому уровню, вот здесь осуществится продажа в шорт. Причем терминал наш может быть закрыт, мы можем уехать в отпуск. Этот приказ он уже у брокера. И когда цена придет сюда, брокер самостоятельно уже осуществит эту продажу. При этом данный приказ, он кажется немножко таким нерациональным. Ведь если я хочу заработать на падении, цена находится вот здесь на высоком уровне, то почему я должен продавать вот ниже, почему я должен терять вот эту прибыль, когда я могу просто продать в шорт вот именно вот на этом уровне, на текущем уже, да, и пока она сюда свалится, я уже здесь получу большой плюс. Почему я должен только вот здесь продавать? Это не вопрос правильно или неправильно, это вопрос тактики. То есть вот данная тактика данным ордером, который называется sell stop, называется торговля на пробой. То есть мы ждем пробоя уровня. И вот когда этот пробой осуществляется, вот мы считаем, что вот пока цена вот здесь это колеблется, нас это не касается. Но вот когда идет пробой, когда вот она пришла к этому уровню и вот начинает его пробивать именно, да, вот сверху вниз заходит, вот тогда мы считаем, что она пойдет еще ниже. Эти точки, они определяются техническим анализом и сейчас в принципе вот не особо важно, да, вот как мы их выбираем. Сейчас важна сама идея. Есть некий уровень и вот только у него мы хотим продать. Даем приказ брокеру и он у нас отображается вот здесь снизу. Если вдруг мои планы поменялись, я считаю, что нет, все-таки 28 это не пробой, а вот пробой это когда вообще вот ниже уровня, вот где-нибудь вот здесь там 27,200, да, вот еще ниже. То есть здесь вроде как пока цены еще были, а вот 27,200. Тогда нажимаю правую кнопку мыши на этом приказе, модифицировать или удалить ордер и пишу в цене 127,200. Нажимаю изменить и окей. Все, приказ переставился, он теперь находится вот на этом уровне и теперь уже если цена вот сюда придет, только вот здесь я продам. Да, это некомфортно. Сразу скажу стоп приказа, что селл стоп, что бай стоп, они некомфортны, потому что вам приходится ждать падения, чтобы продать и заработать на падении. Может случиться так, и кстати очень часто это происходит, что цена приходит вот сюда, вы здесь продаете и после этого она спокойненько разворачивается. Естественно в этом случае трейдер несет убытки, выходит по стоп-лоссам и расстраивается. Поэтому бай стоп и селл стоп это не популярные ордера именно в силу своей психологической некомфортности. Но тем не менее они есть. И последний вариант, если нам нужно просто удалить этот приказ, наш уже торговый план не актуален по тем или иным причинам, мы нажимаем правую кнопку мыши, выбираем пункт модифицировать или удалить ордер и нажимаем желтую кнопку удалить. Все, данный приказ удаляется, его больше нет и наш план больше не актуален в терминале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова